Всем привет, дорогие друзья! С вами я, Юрий Аксионов, и мы продолжаем играть в игру Беллиант Харт. И теперь мы играем за Карла. Это впервые за всю пока что историю игры. Это третья глава. И нам необходимо найти и добраться вот до тех вот щипцов. Так, что здесь есть? Здесь есть собака. Она голодная и хочет мяса. Так, где бы нам найти мясо, чтобы дать собаке? Вот, кстати, колбасный отдел. Наверное, там и есть мясо. Но я сначала все-таки предлагаю изучить данный лагерь на то, что здесь вообще есть, имеется и присутствует. Достаточно длинный он, кстати. Там кто-то ругается. Так, что здесь? Здесь есть вода, кстати. Угу, мы нашли какую-то нычку. Это вторая в списке, кстати. Значит, где-то поближе тоже были и другие. Так, вода. Здесь есть душ. Воды нет. Так, ага, здесь водопровод. Так, а это что? Понятно. Так, давайте попробуем вот так сделать. Хм, нет, что-то не то. Давайте вот эту картошку поднимем. Пригодится. Это жетон. Так, мы крутим два вот этих. Так. Тут мы что-то соединили. Так. Как нам воду-то подать? Я в этих трубопроводах что-то запутался. Но это не совсем то. А что если так? Мне кажется, это не совсем правильно было сделано. Но тем не менее, давайте попробуем. Да, я неправильно собрал. Так. Так. Нет, нет, нет. Повернем вот так, допустим. И... Да, так тоже неправильно. Хм. Как мы можем по-другому собрать? Так, теперь вот тут водичка капает. Значит, видимо, это не совсем правильно. Вот, смотрите, если мы пойдем через верх, то как мы сможем соединить... Мы сможем соединить верхнюю от кубов. Вот так вот она двигается. Но и куда она ведет? Может быть, она куда-то все-таки ведет в другое здание? Ну, давайте посмотрим. Так, здесь толчок. А, вот в чем проблема. Прямо тут повреждены трубы. Поэтому-то у меня и не получается. Так, здесь тубзики открыть нельзя, к сожалению. Ну, все, теперь-то мы должны смочь собрать. Да, блин, все, тут уже все собрано. Гениально. Так, офицер пока умоется, мы его подтяжки сопрем. Не знаю, зачем они нам. Но мало ли. Так, что здесь? Так, здесь все спят. Какое-то письмо. Так. Он сказал, типа, убирайся отсюда. Ну, там какая-то нычка. Она же мне тоже нужна. Так, здесь ничего. Ну, давайте зайдем еще в колбасный магазин. Ведь нам нужно туда. Так. А ему нужна трубка с марихуаной как раз. Оба-на-а, дверь. А, ему подтяжки нужны. Они у нас есть уже. Так, а это что? Аптечка. Так, куда эту аптечку-то деть? Кому нужна аптечка? Аптечка. Аптечка. Вот, я не помню, кому нужна была. Может быть, здесь? О, точно, смотрите. Он нам сейчас даст вот этот мешок. Нам нужно именно вот этот, потому что здесь какая-то повязка. Аптечка. Ну, давайте ему уж поможем. Мы зато получили новое достижение. Так, быстрее бежим. Сейчас мы ему завяжем глаза. А, нужно было просто платок. Без этого платка сюда не пускают. Так, ну где нам взять траву? Трубку-то мы нашли. О, окей. Ага, мы нашли еще одну штуку. Овощи. Так, надо мясо сбить. Как бы нам его сбить-то? Давайте попробуем наверх. Нет, через верх мы тоже не сможем. А, понятно. Тут какие-то гнилые палки, но они мне почему-то больше напоминают сыр. Отлично, мясо у нас. Нам осталось теперь задобрить собачку. Так, что здесь? Вот эти щипцы. Они-то нам были и нужны. Наступила ночь. Ночью здесь везде прожекторы. Нам нельзя в них попадать. Воу-воу-воу-воу-воу-воу. Стой. Так, идем. Да быстрее. Есть, мы сбежали. Но нас заметили. Побег оказался неудачным. Специально. Нам же сказали, что он погиб. Или он все-таки выкарабкается и выживет? Скоро мы узнаем. Нам рассказали его историю. Во время свадьбы случился артообстрел и его жена погибла. Смотрите, он жив. Он все-таки жив. Несмотря на то, что нам сказали, что он мертв, он оказался жив. Так, что здесь? Чтобы включить свет, нужно какую-то батарейку. Так, где бы нам найти эту батарейку? Так, ученый. Так, нашли мы фляжку. Теперь нам нужно найти батарейку. Есть. Включим свет. Вот бы сейчас на этом броневике бы погонять. нет. Но, к сожалению, нет. О, еще одна нычка. Так, ага. Понятно. Вот так-то вот. Ну, в принципе, нам, наверное, можно слезть. там есть какая-то штука, что-то типа амортизатора. Возьмем ее. И ее, я думаю, нужно поставить на этот танк. Может быть, мы все-таки на нем и погоняем? было бы круто. Ребята, я управляю этой штукой, офигеть. Моя мечта сбылась. Выйти из него нельзя, кстати, нет. Так, куда мы едем? Все, что ли? Приехали? Ну, блин, так неинтересно. Я хотел кого-нибудь давить. Так, нужно квадрат с треугольниками. Почему-то не могу больше повернуть. Может быть, квадрат получится повернуть. Так, это не совсем похоже. Нам нужно форму. Так, может быть, так, а треугольник по-другому? Нет, квадрат по-другому. Что-то уже похожее вырисовывается. Так, вроде похоже, смотрите. Так, как нам запустить этот механизм? Сейчас проверим, правильно или нет. Так, теперь ему нужно просто квадрат. Ну, вот он просто квадрат. Что ему еще понадобится? А, ну все, ему больше ничего не нужно. Теперь у нас будет еще и пушка. Но это вообще офигеть чума. Так, нужно установить пушку. Так, нужно идти наверх. Ага, понятно. Эй, куда так далеко-то? Понятно. В общем, нужна командная работа. Все, поставили пушку, теперь можно ехать. Так, стрелять мы можем. О, да. Мы можем целиться. Так, это не нужно, что ли, стрелять по этому. Есть. Пушка уничтожена. И вторая. Влетят заряжабли. Так, мины. Чуть было не наехал на них. Один готов. Вау. Так, мины. Готовы. Вау. Все, готовы. Все готовы. Мины. Эх. Нас подбили. Ну, откуда мы начинаем? Надеюсь, не с самого начала. Ну, фактически, с самого начала, кстати. Так, будем более осторожными. Мне нравится, мне нравится, мне нравится эта миссия, мне нравится эта игра. Нравится ее разнообразие. Да, блин. Попасть не могу как-то. Так, мины готовы. Еще пониже. Еще пониже. Готовы. Повыше. Повыше. Так, ну, вроде вот я на этом участке в тот раз боролся. Так, нужно попасть прямо вот в эту дырку. Есть. Тут все заминировано, между прочим. опасно ехать. Я же вижу. Ну, собственно, это был сюжет игры. так. Так, мы оказались на каком-то дне. Но нам даже это не страшно. так. 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 Как круто разлетаются деревья. Французские солдаты встретили везунчика Фредди как героя. Эмиль написал Анне, что ее отец освобожден и уже вне опасности. Но Эмиль и Фредди воссоединились ненадолго. 14 мая 1916 года Фредди отправили на Сому, а полк Эмиля разместили в окрестностях стоящей на холме деревни. Деревня называлась Вакуа. Здесь боевые действия ушли под землю. Надежно засев в траншеях, противники начали рыть туннели. Началась подземная война. Итак, дорогие друзья, наверное, на сегодня все. Всем большое спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте пальцы вверх. Всем пока и до новых встреч.